Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбро, и мы продолжаем играть за пиратов. В общем, как вы знаете, мы напали на Валантис, за вот это вот большое герцогство. Но перед этим они заодно ограбили эту провинцию и забрали себе в наложницу Бенеру, которая является наездником дракона. У нее, правда, есть сын, которого мы пытаемся убить. Так, в общем, дракон у нее есть 10 лет, и нужно... Хотя он вообще какой-то ужасный, три военки, это, конечно, жесть. Но... но-но-но. Нам нужно как-то сделать ее полководцем. И сначала убить сына. Пробуем? Можем? Это стоит, конечно же, денег. И, возможно, стоит заплатить. Мы пока потом посмотрим, сколько это будет стоить. А пока... пока что. Лучше давайте мы разберемся с Валантисом. Благо сейчас столица у него без гарнизона, совсем пустая, можно и штурмануть. А здесь дальше... ух ты, 73%. Дальше уже пошли... пошли проблемочки, потому что 3000. Уже гарнизон пошел. Это уже его вассалы. Так, подожди, где у тебя еще есть провинция? Так, удел старый Валантис. И здесь. О, мы можем пойти сюда. Давай-давай-давай сюда. Потому что здесь пустая провинция, опять же. О, оставшие здесь. Ты сюда высадись. Это мы тоже сейчас быстро возьмем. И эту, кстати, провку тоже можно... Она ведь нами тоже была подносила немного. Да, так и сделаем. Я думаю, этого хватит. Оп. Кажется, ее как... Сюда, шпион. А-а-а. Не-не-не. Не надо. Так, идем тогда сейчас сюда. Отбиваем и пойдем на этот остров. Вот гаденаша. А-а-а. Пам-пам-пам. С тобой же нужно будет что-то сделать. А, например... А-а-а. Демоническая одержимость. 150 это стоит. У нас как-никак полторы тысячи можем спокойно использовать. Давай сделаем это. А здесь... О, здесь тоже, кстати. Военное командование. Так, деремся. 4. 7. А он убегает. Окей. Вот черт, а. Сохранил свой разум. Ну ладно. Так-то... О, видишь, отношения. Так-то баловаться тоже не стоит. Наследник. Слушай, можно, конечно же, да, потратить немножко денежек. Это сильно дорого. Плюс 4. А вот вот так можно. Подобьем тебе чуть-чуть еще образованки. И, кстати, ее нужно вот так вот сделать. Черт, ты впечатлительный. Но все равно будем тебя гнать сюда. Оу. Фига здесь гарнизон. Ну ладно, это город, как-никак мы его быстро возьмем. Опс. Использование темных сил осквернило вас. А это фигово. Отношение вассалов минус 5. Личный боевой навык минус 4. Оу. Походу мы вообще в уроды превращаемся, как Blackfire. В войне девятигрушевых королей. Да, мы скоро, и мы и будем. В итоге, все к тому идет. Так, ладно. Ликаринс хороший есть. Там, надеюсь, он стоит. Да, стоит. Ага. Восьмерочка, правда. Ну ты наш друг. А все отношения дальше плохие. Даже можно раба поставить. Капец. Ладно, и отношения улучшай, работай пока. Но отношения чуть убавились из-за того, что мы подняли. Точнее, наоборот. Мы ослабили совет. Кто это? Монтарис? Серьезно? Он союзник? Валантис? А какого фига он тебе помогает? Я понять не могу, честное слово. Так, забеременела жена. Но я надеюсь, что дети у нас рождаться не будут горбатыми. Потому что это плохо, на самом деле. Мы имеем большой минус к отношениям. Здесь общее мнение минус пять. Отношения лассалов минус пять. Беспощадные отношения минус десять. В итоге здесь из этих два тарета мы имеем минус двадцать отношений. Еще плюс горбатый. То есть, такая жесть. Ладно, давайте подеремся с этим. Стой, полководец. Тебе. Если сдохнешь, будешь красавчиком. И завещанный. Мы справимся хоть? Справимся. Да, ты станешь лучше. Немножко подождите. Восемьдесят семь. И давай, стрельни. Соточка. Фух, даже не пришлось плыть сюда. Опа. Вот так. Давайте домой придем. Если я их сейчас распущу... Все вернутся домой. Ладно. Так. Оп. Что мы в итоге сейчас получаем? Город. Который нам, кстати, сейчас не нужен. Потому что им владеть мы не можем. Замок. Это хорошо. И здесь. А ну здесь горд мы вернем. Здесь что? Город. Здесь что? Замок. И город. Но он автоматом переключился на столицу. Все. Замок здесь есть. Замок здесь. И они, кстати, достаточно хороши. Хорошие. Я думаю, их пока можно себе оставить. В этот город мы вернем. И Валантис, наверное, тоже. Но не вернем, а кому-то сейчас отдадим. О, мы в итоге даже получили военное командование. Класс. Если мы его убьем, то мы получим этот город себе. Слушай, может... А, блин, и беспощадным. Если мы еще станем, то мы получим еще, знаете, сколько. Мы пока там того пытаемся убить. Я не знаю, наверное, это не получится. Хотя давайте посмотрим, сколько будут стоить... Вот. Безлики. Назовите свои цены, пожалуйста. Давайте. Узруппирование давайте титул. Опачки. Можно сделать вассальную торговую республику. Например, дать... Слушай, сынок, вот ты. Вот, по-стару с сифилисом. Давай ты. Вот. А если мы тебе дадим... Сейчас этот удел. Валантис. А, это не Валантис. Старый Валантис, вот. Он, интересно, маленький же вроде бы. Сможет он править? Давайте тут чуть подождем. 40. Я посмотрю, какая цена будет у безликих. Какую они цену дадут? Заняться работорговлей? Голова купеческого рода или следует путем торговли? Ну, путь торговли нужен. 250, господи. Чтобы нанять целую армию. Не-не-не, ладно, не надо нам такое. Дракон, тем не менее, он же не наследуется. Он, скорее всего, где-то здесь останется. И нам нужно построить драконью яму. А мы ее можем? Драконья яма. А нужно обладать чертой. Наездник дракон или владелец яйца дракона. Черт. Так, ребят, пардон, я вынужден был отойти. Все, возвращаемся. Я, знаете, что пока заметил? А городами-то мы можем владеть. А я хотел их отдать. Не, ну старый Валантис я точно себе оставлю. Потому что восточная верфь плюс 90 кораблей. Это, знаете, это очень даже круто. Да и боевые слоны это тоже, блин. Это реально жесть. Это такая сила. Собственно, большой город. Так что пока будем держать старый Валантис у себя. Здесь есть еще один город, но он совсем уж какой-то скудный. Но, блин, они же ведь лучше, чем наши здесь города. Даже городов нет. У нас одни замки и то они какие-то. Ну, по крайней мере, вот это тут совсем сомнительные. Это я вообще даже не знаю. Они какие-то ужасные на самом деле. Пиратские какие-то логовы. Господи, так такая же жесть. Но, тем не менее, владение городом повышает очень сильно нашу экономику. И я вот пока думаю, наверное, этот замок я отдам. О, господи, здесь сколько модификаторов. Пока этот замок я отдам кому-то. А, возможно, бастарду я отдам. Почему бы и нет? Давай вот так вот сделаем. Оп тебе. Все, хорошо. Пока, блин, что у нас здесь. А эти я пока подержу у себя. Я вот думаю, взять путь управления. Добавит ли нам еще единичку сюда? О, отлично, добавило. Фуф, добавило. Я уже не рассчитывал на это. Хорошо, у нас сейчас теперь 2000 престижа, 20 уровень. Я не знаю, когда там будет уже крыша, когда конец будет. Потому что мы имеем уже плюс 50%. Хотя мне сказалось ощущение, что 20 уровень это последний. Хотя я думал, что и 10 это последний. Ну, вот глядите. Возможно, 30 дальше и так понарастающий. Может, там вообще конца нет. Ну, это я хочу выяснить как раз. И боевой дух войска мы имеем плюс 50%. 50. Это жесть. Даркон дает плюс 40. В общем, этот город пока подержим у себя. Этот замок тоже. Превышение на единичку не так-то, но и страшно. У нас здесь есть жрец. Вассалка, да? Аморальный жрец. Грязный сплетний. Слушай, у тебя даже есть... О, священные реликвии. Ну, для Рглора только. Ну, в общем, сиди пока. Отозвать мы так-то не... Да, мы не можем. Оскорбить можно. Касание порчи. В общем, фигня. Пусть тогда здесь она будет. Толком-то с ней мы ничего не получим. Хотя я бы это выяснил. Прости, что? Ты нам тысячу дашь? Ты что, прикол? Посмотрите. Отношение все равно минус, но... Ох ты, господи. Мы больше можем понять, чем она имеет. А что такое-то? Городок, казармы, храм. Храм хорошо застроен, на самом деле. В итоге мы имеем с нее еще 1700. Сколько у нас войск? 10 тысяч. А мы можем иметь 12. Ребята, все, что сейчас нам нужно, это чуть-чуть подождать, чтобы все устаканилось. Да, наследник станет лучше. Подожди, он стал моим наследником? Прости, что? Какая система наследования у нас? У нас исландская система в наследовании, ребят. Вот в чем дело. Ох ты. Нам главное, чтобы мы не умерли, потому что в таком случае наш сын как бы не даст нам продолжить игру. Ведь он бастард. Хотя, можно быть, его узаконить на такой случай. Я пока не знаю. Нет, давайте пока не будем этого делать. Возможно, кому-то из сыновей тогда стоит будет отдать земли. Здесь крупненькие. Получаем черту одержимый. Почему бы и нет? Например, земли какие-нибудь вот здесь. А эти провинции себе оставить. Ведь они реально четкие. Или вот эту пробку отдать. Ну, потому что, сынок, ты, блин. Я не рассчитывал на то, что ты станешь нашим наследником. Я ведь совсем забыл про то, что здесь система такая. Нас уже хотят убить. Заговорщики. Ну, заговорщиков не вижу. Так, ты работаешь. Потихонечку давай. 18-15. Ты тоже. Хорошо. 8-11. Жена, блин. Падла. Фигню страдает. Давайте поменяем туда на этого. Давайте еще денег много дадим. А мы уже давали ему денег. И титул мы ему давали. Ладно. Окей. Возвращайся к нам. Мы тут у нас здесь уже был. Все. Отношения поднял. Хорошо. Мы сейчас можем поставить еще полководцев. Тебя давай. Отличненько. Нужно будет чуть-чуть сейчас подождать. Совсем немножко. Можно даже провести пир. 50 монет стоит, простите. Не-не-не-не. Такое нам совсем не надо. О, можем купить еще один уровень рабов. 400 монет стоит. Блин, а это классная тема. Мэйга. Есть лучше? Шейра. Рэй. Джей Хейра. О, Джей Хейрис. Джей Хейрис, кстати, это традиционное имя для валерионов. Я думаю, дочку можно этим именем называть. Кто не в курсе, вот вам небольшой фактик. Так, уважаемый. Осторожно, злая собака. Блин, я вот постоянно думаю, что это собака, которая дает присоединечку здоровья. Восстали? Где? О, черт. Нашего сына хотят, что ли, скинуть? Просторские причем. Ну, мы тебе скажем, завершить войну. Иди в жопу, чувак. Ты, конечно, четкий и... Он не завершает войну. Ай, он не сможет осадить все равно. Хотя, может быть, это было бы лучше. Мы бы так бы не рисковали, сына бы скинули. И сделали наследникам бы другого. А этот чувак, он как бы жесткий, что ли, 21. И еще, посмотрите, какой полководец, лидер осады, святой воин. Эта тема, просторский пират. Эта тема, на самом деле. Я еще хочу, знаете, что сделать? Я еще хочу захватить этого мужика. Ведь здесь земли нашей жены были. И претензию нашей дочки были на эти земли. Поэтому, слушайте, а мы ведь можем даже сейчас-то оформить. Но пока это не приоритет. Я не думаю, что это хорошая идея. А вот, например, сюда. Дейнерис же уже здесь нет. И я не чувствую себя свободно совершенно. Выйти, например, куда-то сюда. Вот, идите, послабее. Шатич, с кем воюешь? Янгайская, Мейеринская. За нечаянные земли. А нечаянные это где? Вот. Вот оно как. Ну, я бы не против боенапасть. Четыре тысячи. А так-то что мы можем забрать? Вот это или Мейерин. Город, блин. Ну, он только пустой совершенно. Разве что вот это вот. Но он тоже четкий. Пока нужно подождать, пока эти модификаторы спадут. Хотя бы только один. И мы уже будем прям реально выезжать по войскам. Очень и очень сильно. Пока только по вассалам. Потому что мы имеем... В этот самый. Ой, кстати, оно уже упало. Все кончено? Ну, окей. Проклятье. Да, только ты моя жена. А, нас полили, что мы прелюбодей. Только у нас здесь нету никаких... Алло. Еще общее мнение. Минус пять. До тридцать второго года. Кстати, было до тридцать первого. Теперь обновилось. И оно причем... Оно обновляется, смотрите. Класс вообще, а? Черт. Хоть еще меня убить. Давай, не надо. А может же, гад? Может же? Такие отношения. Ну, капец. Не, ну ты мне нужна на самом деле. Ну, сынок, ты давай терпи, потому что... Сидит здесь. Ничего не делает. Кинулся претензии были. У него напасть, да? В бока перемирия не буду я этого делать. Угу. Я бы не прочь мир еще взять. Как здесь по войскам у тебя? Четыре тысячи войск. Я вот сижу и думаю. А нужно ли нам это? Ну, вот рисковать стоит. Потому что, если мы сейчас нападем так просто, то накинутся все остальные. Ну, так мне как бы нужно и город иметь. Большой восточный город. Здесь даже базовая оборона есть. Его будет сложнее чуть взять. А Пентас, как дела? Шесть тысяч. Мне бы такую провинцию сочную взять. Прямо застроенную. Как вот этот вот старый Валантис. Тут еще черная стена укреплена. Все бы не проще сюда и столицу перенести. Хотя, может и правда это лучшая идея. Может реально сюда и столицу перенести? Просто здесь... Девятка. Подожди. А здесь сколько? Одиннадцать. Тем не менее, она будет укрепленнее. Хотя, ребята, мы же пираты. Зачем переносить столицу? Мы пираты. Все. Пока мы пираты. Наша столица будет находиться здесь. Мы никуда не будем переносить. Потому что это не свойственно нам. А вот, кстати, это мужика я бы взял. Так. А, ты граф, да? И с кем воюешь? С этим. А за что? Да и Юрия война. Но мы уже не впряжемся так. О, лис напала. Дай выгадай, за спорные земли. А, нет. Он просто захватывает рабов. Класс. Родское вторжение в лис. Можно еще вот это вот оформить. Блинкор тоже хорош. Я бы тоже поддержал бы у себя. Давай за 20. О, один управление. Не повысится. Ну, конечно. Так, а я надеюсь, оно не упало? Черт, оно упало до 18 уровня. Ну, сейчас должно опять повыситься. Так, давайте мы сами заплатим. Надеюсь, это нам что-то даст. Справедливого там, например. Мы, конечно, амбициозные. Нам бы справедливо. И фалагма у нас еще будет 3 годика здесь. Так. А сейчас... Что такое? Выборная монархия, да? А, и война закончилась, да? Интересно, а кто выиграл-то? А кто выиграл? Короче, нам нужно сейчас что-то решать. Тянуть, конечно, время нужно. Но я же ведь знаю, что вы не хотите, чтобы мы просто сейчас ждали. Смотрите, пока здесь не пополнится гарнизон, войска не будут появляться. Хотя, будут, но очень медленно. И поэтому нам нужно двигаться дальше. Ну, деньги, тем более, у нас есть. Это руины. Вассалам не хотите? Нет, не хотят. Можно кинуться сюда, например. Вообще, владеть этими землями очень плохо. Ведь, когда ты находишься очень близко к руинам Валерии, ты можешь становиться горбатым, заикой. То есть, на тебя будет проклятие лежать. Поэтому, опасно очень. Но пока он просто сумасшедший. Десять тысяч. Они, на самом деле, очень сильные. Вот Элирия, Элирия, один остров маленький. И что он в итоге имеет? Семь тысяч войск. Это такая жесть. Но пока что я вот думаю. Смотрите, семь тысяч или пять тысяч. Но, тем не менее, этот воюет с Валантисом. В Валантисе сколько войск? Тысяча. Я вот думаю, пока он войска свои увел. Пока гарнизон только один есть. Войска ему не помогают. Можно очень быстро взять лис. Я боялся на него нападать, потому что здесь в чем просто. Мы высадились сюда. Перешли сюда. Все отлично. Здесь же нам придется, чтобы высадиться в столице, сражаться с войсками, которые здесь будут стоять. А если не сражаться, то они будут стоять здесь. И в итоге мы просто не сможем осадить, потому что нам нужно десять тысяч войск. А сейчас мы вполне можем забрать этот лис. Действительно. Только жалко, не как за Дейнерис или Аурина. Так, мы будем брать по одному герцогству. Но тем не менее, это нас очень сильно повышает. Нашу экономику и силу совершенно. Давайте тогда поднимаем войска. Господи, сколько же здесь всего-то. А, так, и кораблики. 200 кораблей, я офигею. Слушайте, зато нам 86, наверное, хотя ладно, не будем. А то вдруг не хватит. Сюда. Здесь корабли. Так, ну все войска давайте сюда. О, фактория здесь где-то была. Где-то здесь. А, подожди, подожди. Вот фактория. А ну что, по-моему, я? Сломали им факторию. Она, кстати, разрушилась? А, нет. Просто ее разбили. Ну окей. Двигайтесь сюда, кораблики тоже. Пожалуйста, сюда. И сейчас, да, оба отряда, наверное, отправим в этот лис. Не будем мелочиться, разделять их там. Сразу кинем. Все, давайте. Нам 900 войск дают. Да, все-таки этот модификатор, на самом деле, жесткий. Смотрите, они все объявляют теперь на войну. Они теперь все объявили на войну. Вот о чем я говорил. К-А-Ли-Ц-И. Это большая проблема сейчас для нас. Потому что они теперь могут... Так, не то. Они теперь могут захватывать не наши здесь провинции, а здесь. А здесь они не будут истощаться. А на наших землях, на наших островах они истощаются. Вот в чем дело. Так что сейчас даже немного стало сложнее. Хотя она здесь стоит в столице, и они будут сконцентрированы на столицу. Хорошо то, что мы ее не перенесли. Потому что они бы уже высаживались здесь. А это мало того, что сейчас без гарнизона, так еще и слабенькая. В том плане, конечно, укреплено больше, даже если она ее город, но истощения нет. А здесь есть. И них просто сил не хватит постоянно так. А они обычно большими пачками высаживаются, как мы видим. Все, 5000. Сейчас мы это будем брать. Ну, давайте не сейчас, а сделаем это в следующей серии. Заберем себе лис. Назначим своих пиратов сюда. Будем чуть усиливаться. И я думаю, что в скором времени мы сможем кого-то здесь обхапать. Начнется какая-то заварушка. Сто процентно. Я вам говорю, что здесь будет какая-то заварушка. И мы впишемся в нее. И отгрызем себе кусочек. Надеюсь, большой. Столицу, кстати, перенесли сюда. Это же, кстати, мир целый. Была провинция. Слинт. Это этот. У него отец. Мужик из ночного дозора. Ну, в общем, пока что мы здесь. Потихонечку будем расширяться. Конечно, опасно. Потому что коалиция. Посмотрите, какая. Даже Норвас писался. Норвас, там у тебя... А, нет. Уже все. Закончил. Тут была война просто. Ну, в общем, ребят. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok